Рассматривается несколько видов избирательной системы. Мироведомственная рабочая группа, созданная указом президента два месяца назад, до сегодняшнего дня провела ряд встреч, в том числе с международными экспертами. Идеальной избирательной системы не бывает. Тем не менее, из предлагаемых вариантов нужно выбрать более подходящий для Кыргызстана, говорят в Центре избиркоме. «Сегодня на рассмотрении рабочей группы находится законопроект, который был написан по инициативе депутата Джугур-Кукиниша Алтынбека Сулайманова. Этот законопроект представляет собой пропорционально преференциальную систему. Другими словами, если избиратель по действующей системе голосует только за одну политическую партию, то, согласно предлагаемому закону, будет возможность выбрать кандидатов из списка политических партий. Это один из вариантов». Инициатор пропорционально преференциальной системы парламентарий Алтынбек Сулайманов уверен, списки партий должны быть открытыми. Избиратель должен голосовать не за партию, а за определенного кандидата. Количество недовольных действующей пропорциональной системой всё больше и больше, говорит депутат. «Речь идёт о том, чтобы вернуть народу право на голос. Мы хотим, чтобы люди выбирали одного человека, а не список. Внедрить эту систему нетрудно. Сегодня у нас есть оборудование, которое осилит новые формы голосования. Сегодняшний парламент – это результат голосования за закрытый список кандидатов. Мы не должны забывать, что причиной октябрьских событий также стала эта избирательная система». Что касается второй смешанной системы, то она предполагает избрание 55 депутатов по пропорциональной, а 35 – по мажоритарной системе. К слову, по новой конституции число депутатов сокращено до 90. На сегодняшний день в большинстве стран мира действует пропорциональная избирательная система. Её недостатки можно было постепенно исправить законом и практикой, считает эксперт по выборам Айнура Усубекова. «Конституция, в принципе, прямо не указывает, какая система должна быть. Но некоторые статьи Конституции указывают, что в последующем, при работе депутатов Джоурку Кенеша, депутаты объединяются либо в фракции, там написано не «или», а «и» в депутатские группы. То есть это частично подтверждает смешанную систему. Но одна очень важная загвоздка есть в том, что там написано «может», а «может» и «не может», образно сказать. Повторные парламентские выборы запланированы на осень. До этого необходимо определиться с избирательной системой. Времени остаётся мало. Тем не менее, нужно провести качественную работу и выбрать систему, отвечающую интересам избирателей, говорят в ЦИКе.